Этот небольшой кабинет в ВУЗе пришлось освободить. Теперь здесь живут вещи. Как только ребята объявили сбор, желающих помочь малоимущим нашлось немало. И началась работа для настоящих золушек. Отобрать, постирать, перегладить. Сейчас здесь 600 вещей. У нас не смена, у нас, как сказать, кто когда свободен. Сначала это нужно все постирать. Ребята решили старое и в пятнах людям не отправишь, но пропадать не должно ничего. Сейчас вещи беспощадно разрежут и проведут мастер-класс для детей из малообеспеченных семей. Непригодная к носке получит вторую жизнь. Из любой вещи, из любой ткани можно сделать игрушку. Ну, то есть мы, допустим, можем сделать ежика, можем сделать, например, если ткань более грубая, то можем делать медвежонка. В век интернета ребята создали платформу, которая упрощает коммуникацию между нуждающимися и теми, кто готов помочь, взяв всю грязную работу на себя. Чистые и чипированные вещи размещают на сайте. Некоторые за символическую цену. Затраты на порошок и бензин. Передают одежду детям-сиротам из малообеспеченных семей и пострадавших в ЧАЭС. На данный момент загружено в целом 17 вещей. 13 женских и 4 детских. Вот. Ну, можно увидеть, здесь есть всякие кофточки, платья и джинсы тоже есть у нас. Для занятых и ленивых ребята организовали даже доставку. Можно оставить заявку на сайте, и волонтер бесплатно приедет к вам домой и заберет вещи. А еще могут помочь починить кран, вскопать огород и принести покупки из магазина, например, инвалидам. И все, что нужно, одним нажатием мышки выбрать способ помощи. С проектом ребята решили выступить на Всероссийском конкурсе социальных инициатив. На следующей неделе в числе представителей 40 других регионов в Москве они поборются за главный приз – стажировку за границей в стране, которая пока держится в секрете. Хотя главный приз они уже получили, став нужными тем, кому действительно нужна помощь. Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости.